Анжелика Теряева на соревнованиях по прикладному многоборью впервые. Вместе со своей командой она приехала из Слонима. По жизни считает себя поклонницей активного туризма и авторской песни. К встрече с соперниками готовилась упорно. Уверена, будет непросто. Но верит в себя и свою команду, как и в то, что все препятствия они преодолеют вместе. Нас ждет навесная переправа, наклонный подъем на стременах, спуск к дюльферам и переправа по бревну. Мы тренировались очень часто, выходили на настоящий натуральный рельеф, в леса, на карьеры. В зеленой швейцарской долине собрались как новички, так и бывалая в пешеходном туризме молодежь. Основной состав команд – шесть человек и два запасных спортсмена. И все без исключения должны уметь завязывать самые сложные узлы. Двойной проводник, грейп-вайн, австрийский схватывающий узел Геракла, восьмерку. Все эти и другие навыки ребятам еще как пригодятся по жизни. Особенно тем, кто уже решил связать свою жизнь с профессиями пожарного, сотрудника МЧС и другими силовыми структурами. Этот вид спорта мне интересен за то, что когда ты проходишь вот эти все дистанции, ты получаешь такой заряд адреналина, что тебе хватает до следующих соревнований. Несмотря на то, что туристко-прикладное многоборье – достаточно рисковый вид спорта, ребята бесстрашно карабкаются по натянутым тросам, переправляются по бревнам через ручьи и успешно справляются со спусками и траверсами. Препятствия совершенно разные. Те, что встречаются в походах. Вот они будут здесь идти переправы по бревну, по веревкам, подъемы, траверсы, спуски, вертикальные спуски, наклонные переправы. Разные. Ну, в зависимости от уровня подготовки команды. Первенство по пешеходному туризму продлится три дня. В один из них участники отправятся на Меловые горы. А уже через неделю Гродно примет новых спортсменов. Но уже на соревнованиях по велосипедному и водному туризму. Вероника Трынкина, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин